Здравствуйте! Вы смотрите итоги дня информационного портала улправда.ру. Меня зовут Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. В Ульяновске открылся международный музыкальный фестиваль «Мир эпох и имена». Старейший ульяновский мебельный комбинат отметил юбилей. Космонавты в доме, снижение ипотечных ставок и обновление молодежного. Как в Ульяновске реализуется проект «Жилье». Губернатор распорядился восстановить работу больницы в Солдатской Ташле. Кардиоцентру «Быть» врача найдут. Губернатор распорядился восстановить работу больницы в Солдатской Ташле. На выходных глава региона встретился с инициативной группой поселения, где и обсудили волнующие вопросы. Минувшую субботу губернатор Сергей Морозов по инициативе депутата Госдумы Сергея Маринина провел встречу с жителями села Солдатская Ташла Теренгульского района. Обсуждали самые разные темы – образование, ЖКХ, дороги. Но главным вопросом стала медицина. Поводом послужила ситуация, сложившаяся вокруг местного отделения областного кардиологического диспансера и амбулатории. Больнице в Солдатской Ташле 4 марта исполнилось 145 лет. За эти годы она успела побыть иземской больницей и противотуберкулезным центром, а в 70-х годах получила кардиологический профиль. В Солдатскую Ташлу приезжали сотни человек на реабилитацию и восстановление после инфарктов. В 2016 году учреждение присоединили к областному кардиологическому диспансеру. А спустя год на ремонт больницы обещают выделить около 30 миллионов рублей, чтобы сохранить ее в виде полноценного круглосуточного отделения. Однако ни один из трех министров, возглавлявших областной Минздрав в эти годы, ничего для реализации этого плана не предпринял. Как итог, в феврале этого года руководство Минздрава и областного кардиологическому диспансеру приняли решение переформатировать Солдатское Ташлинское отделение в дневной стационар, сократив число коек с 20 с лишним до 7. Естественно, это вызвало недоумение как со стороны персонала, так и пациентов. Все понимали, что 7 коек для огромного здания в 2000 квадратных метров слишком мало. 7 коек, они просуществуют, ну не знаю сколько они просуществуют, но только отопление этого здания будет тянуть такие суммы, что 7 коек никак их не окупят. Руководство областного кардиологическому диспансеру уже приняло решение о переводе части сотрудников в Ульянск. Как минимум в транспортном отношении это неудобно. Они медицинский персонал, в первую очередь поваров, сократили, ликвидировав пищеблок. И здесь интересен тот факт, что на совещании Минздраве, проходившем 21 февраля, сотрудников Ташлинского отделения заверили, что уведомления о сокращении будут отозваны. Но в итоге, по словам местных жителей, их буквально заставили написать заявление. Заставляют писать заявление о согласии на принятие вот этого сокращения. Как нет? Ну как нет? Ну как нет? Ну как нет? Вот повар, ну как нет? Вот у меня два опыта повара, вот эти заявления были. Ну как нет? Если это так происходит на самом деле, так как происходит по факту. Поэтому неудивительно, что ситуацию пришло вмешаться областному руководству. Губернатор полностью встал на сторону жителей Солдатской Ташлы. По его решению, уведомления о сокращении были отменены. Высказался глава региона из-за сохранения в селе полноценного каждосуточного кардиологического отделения. Для этого будет выделено средство около 30 миллионов рублей на ремонт здания. Персонал, переведенный в Ульяновск, планируют вернуть и подобрать в Ташлу врача-кардиолога. Количество коек увеличится с 7 до 15, а в перспективе и до 25. А за то, что принято еще в 2017 году, решение так и не было выполнено, ответил главврач областного кардиодиспансера. Служебная проверка должна быть завершена в отношении главного врача областного кардиологического диспансера до 7 числа. Но разрешение, что называется, на заранее случаем. В связи с тем, что госпожа Мовчан уже на протяжении нескольких лет имеет отличную от руководства Ульяновской области, от жителей позицию, мы ее освобождаем от занимаемой должности. Примечательно, что самой Елены Мовчан на освещении не было, хотя это ее касалось в первую очередь. Параллельно с отделением кардиодиспансера проблемы возникли и у врачебной амбулатории Солдатской Ташлы. 20 февраля там закончилась свою работу врач, пришедший сюда несколько лет назад по программе «Земский доктор». Так как это совпало с сокращением конечного фонда кардиоотделения, то начали распространяться слухи о том, что амбулаторию скоро ждет закрытие. Это оказалось неправдой. Врачебная амбулатория села Солдатская Ташла является структурным подразделением ГУС-Теренгульской районной больницы. Вопрос о сокращении, о закрытии, о реструктуризации данного лечебного учреждения не обсуждается, не ставится. Медицинскую помощь эти жители села оказывают врачи районной больницы, которые два раза в неделю приезжают в амбулаторию на два часа. В остальное время медпомощь они могут получить у медсестры амбулатории или у медиков все того же кардиодиспансера, если заболевание касается сердечно-сосудистой системы. Ну, то, что у нас нет медработников в амбулатории сейчас, это очень плохо, конечно. Очень плохо для всех жителей села. Тем более сейчас вот такое неблагополучное состояние. Здесь очень много больных детей. Сейчас инфекции целый месяц. Дети не учатся. Амбулатория закрыта на замок. Вот вчера я приходила, здесь было закрыто на замок. Районные больницы хотят решить кадровую проблему за счет выпускников Медфаку Улгу, которых планировали привлечь на работу в Солдатскую Ташлу. Но губернатор высказался за то, чтобы привлечь сюда более опытного врача. Причем нужен врач общей практики, который он смог бы работать как с взрослыми, так и с детьми. И главное, чтобы он был обеспечен жильем, здесь, на месте, в Солдатской Ташле. Этот вопрос должны решить совместно Минздрав и районные власти. А контролировать ситуацию с медициной в Солдатской Ташле должны будут как местная общественность, так и депутаты. Сегодня мы приняли решение, не мы, а Сергей Иванович Морозов, по больнице, которая останется в Теренгульском районе, в село Солдатской Ташла. Я лично буду контролировать это. Местные активисты также остались довольны результатами встречи с руководством области. Встречи с губернатором довольны. Волевые решения, смелые. Я думаю, у нас все получится. Благодаря губернатору, мне кажется, у нас получится все это. Сергей Морозов дал чиновникам областного правительства и районной администрации 10 дней на то, чтобы они предоставили конкретные планы по решению проблем Солдатской Ташлы. Игорь Улитин, Юрий Конихин, Александр Кудряшов. Ульяновская правда. В Ульяновске состоялось главное музыкальное событие года. Открылся фестиваль «Мир эпох и имена». Опера Евгения Онегин в исполнении Ульяновского симфонического оркестра и певцов известных театров России прозвучали в минувшую субботу. Понравилась ли сцена мемориала приезжим артистам и что они думают о дирижере Илье Дербилове? Подробности в материале Виктории Черковой. В Ульяновске состоялось долгожданное событие для всех у любителей музыки. На прошедших выходных стартовал 57-й по счету международный фестиваль «Мир эпоха имена». Оперу Евгения Онегин, Петра Ильича Чайковского исполнили певцы столичных театров. Аккомпанировали им музыканты симфонического оркестра «Губернаторский». Добиться звукового и визуального эффекта оперного театра удалось. Дирижер Илья Дербилов рассказал о совершенно новом подходе в исполнении оперы на нашей сцене. То, что мы сегодня делаем, это, наверное, одна из таких первых серьезнейших попыток на пути к осуществлению такого проекта, постановки спектаклей уже в виде сценическом. Потому что та версия, которая будет сегодня, это не просто концертное исполнение, это уже такой, скажем так, полусценический вариант, приближенный к звучанию оперного театра и оперного оркестра. Партию Татьяна исполнила Елизавета Соина, солистка театра «Новая опера». Столичная прима с мощным сопрано оценила уровень нашего оркестра. На репетициях удалось добиться потрясающей гармонии звучания инструментов. Хочу в первую очередь отметить замечательную работу, вообще очень высокий уровень ульяновского оркестра. Слаженность игры, чистоту исполнения, яркость звука. И с таким оркестром, и с маэстро Дербиловым просто исполнять такое непростое произведение, как Евгений Онегин, одно удовольствие. Ленского исполнил Дмитрий Хромов, солист, известный геликон оперы. Незатолго до выступления певец рассказал об отношении к своему герою. По его мнению, нет в мире такого тенора, который не мечтал бы спеть партию Ленского. Все-таки для русского тенора есть, наверное, две такие знаковые партии. Петр Ильич нам сделал подарки такие. Конечно, Ленский и Герман. Опера на сцене Ленинского мемориала – явление редкое. В этом году открытие фестиваля получилось по-настоящему ярким и запоминающимся. Мир, эпоха, имена продолжится до 30 мая. А это значит, что ульяновская весна пройдет под звуки лучших музыкальных произведений. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости ульяновской правды. Сергей Морозов обсудил с представителями строительной отрасли стратегические задачи, которые президент Владимир Путин поставил перед федеральным собранием. В частности, реализация национального проекта «Жилье». В активно строящемся микрорайоне Ульяновска «Новая жизнь» будут готовить космонавтов и других представителей редких профессий прямо в домах. Концепция застройки предполагает детские садики на первых этажах жилых зданий. К 1 сентября своей двери откроет первое такое дошкольное учреждение – детский сад «Белка и Стрелка» на 100 мест. В ближайшее время домашние садики откроются еще в трех домах микрорайона. «Планируется 300 тысяч метров здесь построить. Это больше 5000 квартир. И больше 15 тысяч планируется, что здесь будет жить. На сегодняшний день 3500 уже живет, заехала. К концу года мы планируем вот три дома достроить». Среди объектов инфраструктуры, 6-метровая детская площадка и поликлиника, решен вопрос и с парковками. Строительный бум в регионе не утихает ни на минуту. В 2018 году Ульяновская область построила 981 тысячу квадратных метров жилья. Регион признали лидером среди субъектов Привожского федерального округа по темпам строительства. До заветного миллиона рукой подать. К тому же в марте президент Владимир Путин в послании федеральному собранию акцентировал внимание на реализацию нового нацпроекта «Жилье». Одним из важнейших направлений – это, конечно, достижение индикативных показателей по воду жилья. И Минстроем Россия нам согласованы индикативные показатели 983 тысячи квадратных метров. И до 2024 года в рамках нацпроекта 1 млн 486 тысяч квадратных метров. Другие стратегические задачи строительной отрасли, поставленные главой государства, Сергей Морозов обсудил с ее представителями на днях. Среди важнейших – состояние рынка жилищного ипотечного кредитования. На динамику ипотечного кредитования оказывают влияние процентные ставки по ипотечным кредитам, которые тоже имеют тенденцию к снижению. Если на начало 2018 года у нас процентная ставка средневзвешенная по ипотечным кредитам составляла 10,6%, то к концу года составила 9,53%. Ориентиром установок показателей по кредитам является ключевая ставка Центробанка. Но в большинстве банков существуют целевые программы, которые позволяют снизить процент займа на жилье. Если посмотреть, на сегодняшний день процентная ставка базовая, что Сбербанк, что ВТБ практически одинаковая. 11,4 Сбербанки, 10,6 ВТБ. Почему практически одинаковые? Потому что существует дополнительная система скидок, которые удешевляют этот кредит. Сбербанки не суммируются, ВТБ они уже так отдельно выделены, скажем. Еще один вопрос – переселение жителей из ветхого жилья. К 2024 году в рамках нацпрограммы планируется расселить почти 44 тысячи квадратных метров аварийного фонда. Ульяновская область в рамках нацпроекта до 2024 года получит 1,7 млрд рублей на реализацию этого проекта. И те дома, которые признаны до 1 января 2017 года, они в рамках этой программы будут переселены. Губернатор на встрече акцентировал внимание на еще одном направлении программы – развитие комфортной городской среды. Парк молодежный в течение буквально двух месяцев окончательно обсудим. Все эти подходы и уже в лето, в течение этого и следующего года, надеюсь, приведем его в идеальное состояние, чтобы он был максимально комфортный. На программу «Губернаторская ипотека» в 2019 году предусмотрен 21 млн рублей. Ежегодно в региональном жилищном проекте принимают участие 172 семьи. Рината Люлова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Ульяновскому мебельному комбинату исполнилось 100 лет. Старейшая производственная площадка была создана в 1919 году и называлась «Симбирской столярной фабрикой номер один». Изначально на фабрике производились телеги и ящики для патронов. Затем фабрику переименовали в артель имени Степана Халтурина. Производство было переориентировано на изготовление мебели для дома. В годы Великой Отечественной войны деятельность УМК перестроилась под потребности фронта и тыла. Производство выпускало спички, лыжи и ящики для патронов. Сегодня продукция «Ульяновск мебели» поставляется как в регионы России, так и страны СНГ. На станкостроительном заводе ДМГ «Море» прошел день открытых дверей. Прогуляться по заводским цехам пригласили студентов технических специальностей будущих потенциальных работников. Подробности в нашем сюжете. Инженер-электронщик, оператор производственной линии, специалист-набженец сознанием немецкого и английского языка. Это лишь малая часть тех вакансий, которые сегодня предлагает выпускникам ульяновских вузов руководство одного из ведущих предприятий региона по производству станков. В рамках Дня немецкой экономики завод ДМГ «Море» приоткрыл двери для ульяновских студентов. При ОГТУ был создан Центр промышленного интернета. Это тоже такая частичка цифровизации и перехода к индустриальной революции 4.0, которая на сегодняшний день у всех на слуху. И мы активно работаем в направлении развития кадров, как для собственных нужд, так и для нужд предприятий Российской Федерации. Общий объем инвестиций в японско-немецкое предприятие на территории Ульяновской области составило 70 миллионов евро, за счет чего было создано почти 200 рабочих мест с заработной платой выше среднего по региону. Гостям завода рассказали про историю создания и развития предприятия, о том, на каких условиях сегодня гиганты станкостроения предлагают трудоустройство и обучение для ульяновцев. Студентам показали работу станков с числовым программным управлением и предложили пройти стажировку на предприятии в дальнейшем. Ну, экскурсия мне очень понравилась, было интересно. Много узнала нового, о станках, как они работают, какие бывают. Это заведение, оно очень вообще масштабное. После экскурсионного тура День немецкой экономики продолжился в нанотехнологическом центре. Тема всех круглостолов и встреч были посвящены условиям ведения бизнеса в России и финансовым инструментам поддержки проектов немецких компаний в регионе. Сегодня мы понимаем всю ответственность перед компаниями, которые на сегодняшний день реализовали свои проекты. И мы продолжаем их сопровождать так же активно, как это было на первых стадиях наших взаимодействий. И готовы отстаивать интересы не только на уровне региона или муниципалитета, но и на уровне международной кооперации, на уровне Российской Федерации, доказывать актуальность проектов для экономики нашей страны. За последние 10 лет немецкие партнеры внесли серьезный вклад в развитие экономики региона. Так, суммы накопленных инвестиций превысили 300 миллионов евро и построено 10 предприятий. В ближайших планах у сторон сотрудничество по ряду вопросов, о которых раньше только говорили. Это цифровизация и индустрия 4.0. В Ульяновске выбрали лучших хоккеистов территориальных самоуправлений. В выходные на льду Волгоспорт-арена прошел финал городского турнира по хоккею с мячом среди дворовых команд ТОС. В финальных поединках сошлись 8 команд. По итогам игр победителем стали игроки команды ТОС «Виновский». В финале они переиграли команду ТОС «Восход» со счетом 3-2. На третьем месте расположились хоккеисты ТОС «Уютный». Всего же участниками соревнований стали 19 ТОС «Города». В регионе приняли поправки в закон о поддержке участников долевого строительства. Теперь доводить до ума долгостроев будут на государственные субсидии. На совещании при губернаторе, Минстро и общественность обсудили наболевшие вопросы. У местных покупателей долгостроев появился шанс получить свои квартиры. На прошлой неделе депутаты Загонодательного собрания приняли поправки к закону о мерах поддержки дольщиков. Теперь компаниям-застройщикам поможет государство. На доработку проблемных объектов будут начисляться субсидии. Что делать и с каких домов начать, обсудили на совещании при главе региона. Сейчас идет работа над порядком выделения этих денежных средств. Определены уже суммы и адреса. На сегодняшний день выделяется из бюджета 23 миллиона рублей для достройки проблемного дома. Эти средства будут вложены в строительство 140-го дома по улице Красноармейской. Установка лифта, газоснабжение и вентиляция. Пока неизвестно, хватит ли этих денег. Сметная документация находится на экспертизе, поэтому точная стоимость будет определена в конце марта. Еще один объект, который министерство возьмет под свое крыло – недострой на улице Кролюницкого. Дольщица Венера Ибрагимова рассказала представителям власти, что вместо квартиры в новом доме ей приходится платить за пустой котлован. Я думала, что все будет хорошо. В ноябре 2018 года я должна была получить ключи, но, увы, и ключей нет, и наш дом вообще не строится. То есть у нас получается котлован, забитые сваи, один подъезд у нас как под фундамент, остальной подъезд без фундамента получается. 80 миллионов у нас стоит вот эта вот яма с котлованом. Следить за распределением средств на этот и ему подобные дома будет специально созданная рабочая группа. В Ульяновской области проблема пострадавших участников долевого строительства стоит на особом контроле губернатора Сергея Морозова. Виктория Черкова, Александр Кудряшов, Юрий Ломатов. Новости ульяновской правды. Минувшие выходные во Дворце творчества детей и молодежи выбрали семью года. В районных этапах конкурса приняли участие 64 семьи, 25 из которых вошли в финал. Участники представили свои творческие номера, после чего прошла церемония награждения. Оценивались семьи по таким номинациям, как «Многодетная семья», «Молодая семья», «Семья-хранитель традиций», «Бизнес-семья» и «Золотая семья». Большая часть аппаратного совещания была посвящена сезонным проблемам. Начали с дорог. На областных магистралях последствия снегопада сегодня устраняет 200 единиц спецтехники. О чем еще говорили на совещании, смотрите сегодня на сайте ulpravda.ru во вкладке «Аппаратное совещание». Это все новости на сегодня. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин